Житель Самара Анатолий Спиридонов много времени проводит за рулем. Автомобилист предпочитает быструю езду для того, чтобы везде успевать. Привычка гонять с превышением скорости сыграла с ним злую шутку. У самарца накопилось неоплаченных штрафов на сумму более 10 тысяч рублей. Камеры, наверное, просто ездим по дороге постоянно, ну как бы торопимся, конечно, бывает всякое. Наверное, так на камерах все. А проверять, конечно, надо за собой. В общем, как-то так получилось. О своем солидном долге перед государством Анатолий узнал случайно, попав в небольшое ДТП на перекрестке улиц Матросова и Вольская. Во время оформления аварии инспектор ДПС проверил мужчину по базе ГИБДД. Данный водитель нарушал с середины 15-го года по настоящее время. В основном идет нарушение скоростного режима и непредоставление преимущества пешеходам. Теперь автомобилисту придется оплатить штрафы в сжатые сроки, иначе он не сможет снова сесть за руль. 15 января этого года вступили в силу изменения в законодательство. Если у водителя есть какие-либо неоплаченные обязательства, например, долги по алиментам или штрафы на общую сумму более 10 тысяч рублей, то судебные приставы накладывают ограничения на право управления автомобилем до полного или частичного погашения задолженности. Удостоверение при этом не изымается. Инспекторы ГАИ останавливают, проверяют по своей базе данных должников. И если выясняется то, что у него стоит ограничение на право управления транспортным средством, то уже применяется дальнейшая административная ответственность в отношении данного должника. Это обязательная работа. Если у водителя есть уважительная причина, по которой он не может сразу выплатить всю сумму долга, по рекомендации судебного пристава автомобилист имеет право обратиться в суд для рассрочки платежа. Татьяна Плотникова, Андрей Тишин, специально для 63.ру.